и в фейсбуке. Итак, давайте я расскажу встречи с замечательными людьми один, которая посвящена моей встрече, знакомству и многолетнему ученичеству и сотрудничеству со Станиславом Грофом, пионером, одним из основателей, одним из главных основателей вместе с Абрахамом Масловом «Трансперсональная психология». Ну, судьба свела меня с Грофом достаточно давно, первоначально через книги, в далеком 1980 году я стал членом московского подпольного круга людей, трансперсональных людей, контекст, и очень быстро получил от неформального лидера этого контекста Виталия Михейкина перевод книги Станислава Грофа «Области человечества бессознательного». Я уже кое-что слышал предания о четырех базовых перинатальных матрицах, которые каким-то поразительным образом связаны с нашей жизнью. Такой фольклор уже бытовал. И в Суе произносилось имя Грофа, таинственного американского психиатра, эмигрирующего в Калифорнию из Праги, из Чехословакии. Я взял книгу, сам издат был проверенным кананом получения оригинальных, интересных работ. Сел вечером посмотреть, не ждя из этой книги ничего суперудивительного, потому что, в общем, я считал себя достаточно подкованным и в философии, и в психологии. До этого три года, учась на физтехе, я был старостой философского кружка, и мои староотряды, начиная с четвертого курса, проходили в спецхранах библиотек Ленинской и Ярославской областной, где я штудировал шедевры философии, шедевры гуманитарных наук, шедевры психологии, само собой. Прочитал практически, наверное, всего Фрейда, Юнга и другую интересную психологическую литературу, доступную в спецхранах. И, начав читать книгу Грофа, я погрузился в удивительный язык, описывающий какие-то фантастические события, которые происходят в жизни обычных людей. И книга с каждой страницы затягивала меня все больше и больше, и больше спустилась ночь, но я не пошел спать, я продолжал читать. И я не лег спать, пока я не прочитал книгу до конца. Была уже глубокая ночь, преддверие, может быть, утро, и я помню, что мне долго не спалось, потому что мелькали образы из книги, и я был поражен, честно говоря, я был сражен на повал, потому что все, что я знал, все, во что я верил и считал несомненным, до Грофа зашаталась, стало неполным, недостоверным, Гроф внес то, что мне не хватало, что, как я понял, я долго-долго-долго искал. Понимание того, что наша жизнь вершится на совсем другом уровне, и обычные книги, в которых описывается, как изменить себя, как справиться с проблемами, как излечиться от тех или иных травм или заболеваний, недействительно. Аналитическая психология неполна. Классический психоанализ недостаточен. Есть намного более глубокие области жизни в каждом из нас, и с ними возможно и нужно работать, если мы хотим расти дальше. Вот какое семя зародила меня эта книга. И я думаю, что вот в эту ноябрьскую ночь 1980 года я, собственно говоря, и обратился в транспарсональное поле, стал транспарсонологом, подпольным транспарсональным психологом, потому что ни в какой другой форме тогда транспарсональная психология в Советском Союзе не существовала. Вслед за книгой «Область человеческого бессознательна» появилась другая книга Гроуфа, написанная с его первоамериканской женой Джон Халифакс, ученицей великого мифолога Джозефа Кэмпела, «Человек перед лицом смерти». Эта книга была основана на его работе с умирающими, на психоделической терапии умирающих. И в ней был дан глубочайший по тем временам экскурс в мистерии смерти и жизни. И также детальное описание процесса смерти, возрождения, как чрезвычайно важного в жизни каждого из нас, как основу посвящений в древних традициях, как основу ритуалов перехода, как основу обращения и получения нового знания. И, конечно же, эта книга тоже произвела у меня глубочайшее впечатление. Мы тогда в транспарсональном подполье, конечно же, даже не могли мечтать о том, чтобы когда-нибудь встретиться с Станиславом Гроуфом. Он был очень далеко. Мы знали, что он работал в институте СЛН, вернее, даже работает в это время, в 80-е годы в институте СЛН. Мы немножко знали об этом легендарном месте в Калифорнии из другой переведенной в самоиздате книжки «Джона Лилии» «Центр циклона», где дается очень яркое поэтичное описание горячих ван и, самое главное, атмосферы СЛНа, поддерживающего человеческий поиск и рост. И СЛН тогда уже стал таким волшебным образцом для подражания. Мы мечтали когда-нибудь построить что-нибудь подобное в Советском Союзе. Время шло. Гроуф написал следующую книгу. И, можно сказать, я уже ставший транспорциональным психологом охотился на Гроуфа. Смотрел по интернету, по каталогам, что еще новенького вышло. И вот я узнал, что в 1985 году в США вышла новая книжка Станислава Гроуфа «Бионзе брейн за пределами мозга» и заказал ее в спецхран Ленинской библиотеки. Я имел допуск в спецхран как гуманитарий. Я работал тогда в журнале «Природа», заведовал гуманитарным отделом. Ну и бывший аспирант, выпускник Института философии Академии наук. Я помню, как, придя в Ленинскую библиотеку, я взял эту книгу, стал ее читать с черной обложкой. «Бионзе брейн» – «Death, Rebirth and Transcendence in Psychotherapy» «Смерть, возрождение, трансценденция в психотерапии». И эта книга дает потрясающее описание архитектуры психопатологии, расширенную картографию человеческой души. И, возможно, некоторые из вас читали книжки Гроуфа и знаете, что начиная с самых первых работ он дал новое пространство для человеческой души и добавил к традиционному в глубинной психологии глубинному биографическому измерению, то есть наша жизнь от рождения до смерти, две другие очень важные области. Первая связанная с рождением, с травмой рождения, с тем влиянием, которое рождение оказывает на каждого из нас. И выразил это через четыре базовых перинатальных матрицы, соответствующим четырем физиологическим фазам родов, ну и трансперсональные области человеческой души, которые не связаны конкретно с нашей биографией, включая в себя архетипические универсальные темы, которые описываются в духовном опыте, в мировых религиях. И в книжке «За пределами мозга» я встретился с самым глубоким, самым подробным, развернутым описанием пределов человеческой души. Также чрезвычайно важным было первое введение в психоисторию, конкретно в то, как травма рождения влияет не только на нашу жизнь, но и на мировую историю, на мировую судьбу через политиков, через руководителей государства. И Грофф предоставил массу примеров этого. А последняя глава книги была посвящена холотропному дыханию. И это было первое изложение метода холотропного дыхания в книгах Станислава Гроффа. И эта глава отозвалась во мне в наибольшей степени. Я сделал тогда, я имел допуск, для меня это было возможно, как гуманитарий, микрофильм книжки «За пределами мозга». Распечатал фотографии дома для того, чтобы на досуге еще раз изучить эту книгу. И начал практику холотропного дыхания самостоятельно. Грофф был слишком далеко, бог высоко, ждать помощи было неоткуда. И поэтому я на свой страх и риск решил подышать. Из длиннющего списка музыки, рекомендованной Гроффом для холотропного дыхания, наверное, страницы 3 в этой книге, у меня была одна единственная кассета Жанна Мишеля Жара, «Оксиджин», старенький Сони Вокман. Для меня это было достаточно для того, чтобы начать. Выбрав удобное время, я включил музыку и начал дышать по инструкции. И где-то в течение часа-полутора кувыркался, напрягался, испытывал измененное состояние. Это был один из первых глубоких, необычных опытов измененных состояний сознания. Я был поражен, я был удовлетворен, я не мог сдержаться и рассказал об этом опыте друзьям. Некоторые из них, Яша Маршак, он был тоже членом нашего подпольного транспарсонального округа людей, Яша попросил меня провести сессию для него, что я с удовольствием сделал. И во время своей первой сессии холотропного дыхания Яша испытал опыт поднятия кундалини от основания до самой верхушки, до тысячелепесткового лотоса. Он понял природу зависимости и то, как нужно лечить. Он сам страдал от алкоголизма и искал выхода для себя и для тех всех людей, которые зависимы. И он рассказал мне, что этот сеанс впоследствии очень сильно повлиял на него и помог ему найти то, что известно сейчас как метод Маршака. Мои друзья из подпольного круга транспарсонального тоже с моей помощью испытали холотропное дыхание. Некоторые из них проводили дальше этот метод. Никто из нас не учился у Грофа. У Гроф был слишком далеко. Но тем не менее через Андрея Дегтярева в Петербурге с методом холотропного дыхания в 80-е годы познакомился Вадим Демчок. Испытал очень многое. И как он рассказывает, вспоминает, метод помог ему найти его видение, его метод самоосвобождающейся игры и метод работы с актерами, и метод режиссуры, которым он сейчас делится на своих семинарах, в театре, на спектаклях. Ну, другим важным последствием вот этой эпопеи холотропного дыхания и графомании была встреча с профессором Белкиным, который был шефом Яши Маршака и был руководителем, директором Московского института психоиммунологии, всезоюзного института психоиммунологии на Арбате-25. Белкин очень заинтересовался Грофом, холотропным дыханием, транспарсональной психологией. Он пригласил меня и Виталия Михейкина, лидера транспарсонального кружка «Контекст». Мы провели с ним несколько часов, привезли переводы самоздатовских работ Грофа. Белкин был очень заинтересован. И где-то через пару месяцев он позвонил мне и сказал, «Володя, срочно приезжай». Я только что вернулся из Америки от Грофа, познакомился со Стэном, с Кристиной, прошел сессию холотропного дыхания. Володя говорит, это невероятно. Ну, после этих слов я мгновенно поехал на Арбат-25. Белкин, захлебываясь, рассказал мне о своих переживаниях в сессии холотропного дыхания. Он участвовал на одном из предконференционных семинаров Ассоциации транспарсональной психологии в США, где в те годы Гроф и Станислава Кристина Гроф обычно давали предконференционный двудневный семинар по холотропному дыханию. Белкин выложил книгу «The Adventure of Self-Discovery», которая только что была опубликована. Это было первое изложение в достаточной полноте метода холотропного дыхания. Впоследствии я издал эту книгу, по-русски она называется «Путешествие в поисках себя». А также выложил кучу кассет. Он сказал, это музыка для холотропного дыхания, которую мне подарила Кристина Гроф. «Володя, слушай, изучай, и через месяц проведешь у меня в институте сессию холотропного дыхания». Я не мог отказаться, конечно, от такого предложения. Изучение материалов и также необходимость быть уверенным в себе, побороть свои страхи заняло мне больше времени, чем месяц. Месяц, наверное, два с половиной. Но примерно через два-три месяца я провел первый официальный семинар по холотропному дыханию на Арбате 25. Там участвовало примерно 45 человек, включая трех профессоров психиатрии. Результаты были удивительными и для меня, и для всех. И через некоторое время это имело последствия. Белкин очень заинтересовался транспарсональным направлением, движением за возможности человека. Он организовал в следующем году, по-моему, это был 88-й год, первый советско-американский семинар по резервным возможностям человека. На этот семинар прибыли лидеры института СЛН во главе с Майклом Мёрфи. Я представил на этом семинаре опыт советской работы с холотропным дыханием в докладе. И на встрече с Майклом Мёрфи он пригласил меня и Диму Леонтьева к себе на завтрак. Мы говорили о российской подпольной транспарсональной психологии, о движении за развитие человека, об Ассалене. И через некоторое время Майкл Мёрфи призадумался и сказал, неплохо бы пригласить сюда, привезти сюда, извините, Станислава Грофа и провести сессию холотропного дыхания для вашего политбюро вместе с Горбачевым. Вот тогда-то они на самом деле узнают, что такое перестройка, что такое демократия и что такое гласность. Ну, шутка шутками, а через год, в апреле 1989 года в Москву в третий раз приехал, после очень долгого перерыва, приехал Станислав Гроф вместе с Кристиной Гроф по приглашению профессора Белкина. Причем приглашение было, официальное приглашение от Министерства здравоохранения СССР. Это казалось невероятным, потому что Гроф был невъездной в Советский Союз. Во-первых, за то, что он когда-то в 1967 году уехал из Праги, из Чехословакии в Соединенные Штаты и не вернулся, поэтому попал в списки невернувшихся и, значит, невъездных в социалистический лагерь. А во-вторых, потому что он занимался, работал с психоделиками. Это считалось опасным, крамольным, запрещенным. И вот Гроф в Москве, он читает официальную лекцию о целительных возможностях, необычных состояниях сознания. В ней психиатрия я впервые вживую увидел этого легендарного человека и поразился его центрированностью, спокойствию, мудрости, ясности взгляда, приветливости. И после лекции сотни человек выстроились в очередь для того, чтобы получить автограф на самоздатовской книге. Тогда было две книги в самоздате лектора. И сказать ему слова благодарности. Гроф был очень растроган таким радушием и впоследствии он говорил мне, что нигде в мире он не встречался с таким радушием, с таким вниманием. К его открытиям и с такой высокой оценкой его работа как в России. Он почувствовал исключительную связь с Россией, а до этого он не рассказывал, он чувствовал, что у него есть особая миссия в отношении России. И на следующий день состоялся двухдневный семинар по голотропному дыханию, на котором я тоже участвовал, как человек близкий к профессору Белкину. И там также участвовали некоторые другие лидеры психологического движения. Был Яша Маршак, были сотрудники центра Белкина. И участвуя в этом семинаре, я понял, насколько я был наивен и насколько сильно я ошибался, занимаясь голотропным дыханием на основании того, что я прочитал в книгах Грофа, притворяя. Ну, книги были недостаточно надежными проводниками для меня. Я делал серьезные явные ошибки. И как установилась какая-то хорошая связь между мною и Стэном, и я вместе с тремя другими участниками этого семинара, Сашей Зинченьким и Изольдой, сотрудницей центра, получил, а также Дмитрием Спиваком из Санкт-Петербурга, получил приглашение бесплатно участвовать в программе Гроф Трансперснл Тренинг. Это сертификационная программа по подготовке ведущих голотропного дыхания. В среднем обучение в этой программе занимало тогда три или более лет. 600 часов, много теории, много практики, 7 семинаров и заключительный двухдневный сертификационный семинар. Все семинары происходили за рубежом. Билеты стоили дорого, намного-намного дороже, чем наша зарплата в Советском Союзе в те времена, в конце 80-х, начале 90-х годов. Поэтому каждая поездка была удачей, была вызовом, необходимо было где-то доставать деньги. Иногда мне помогали какие-то зарубежные спонсоры или фонды. Иногда я накапливал за, на протяжении долгого времени, деньги на билет. Ну, учиться тогда было, конечно, непросто, даже несмотря на гранты. И мой первый семинар проходил, по-моему, в конце августа, да, в конце августа или в начале... Нет, в начале сентября, извини, 1990 года в Калифорнии, в одном из калифорнийских центров. Я познакомился там с замечательными людьми, с замечательными участиями, попал под ауру Станислава Грофа. Я неплохо знал его работы, но все равно то, что говорил Гроф и передавал через живое участие, было совсем другим. И я обратил внимание, что в присутствии Грофа ко мне приходят ответы, просто вот в его пространстве. Гроф очень любил рассказывать истории по вечерам, когда заканчивалась работа. В Калифорнии есть такая традиция хот-тобов, когда мужчины, женщины голые купаются в теплом бассейне. И вот вся команда семинара вечером заваливалась в бассейн, все голые, голый Гроф и Стэн травил истории о встречах с замечательными людьми. Многие из этих историй потом вошли в книжку «Когда невозможно и возможно». Эта книжка сейчас опубликована заново, переизданно, и вы можете найти ее. И это были чудесные, чудесное время, когда я напрямую знакомился с живой трансперсональной психологией, познакомился с очень интересными людьми. Обучение происходило на английском языке, но люди приезжали со всего мира. Из Америки, из Мексики, из Европы, из Индии были выдающиеся психоаналитики, выдающиеся психиатры, замечательные люди. И тогда вот на этих семинарах я стал впитывать в себя дух трансперсонального обучения. И мне очень захотелось познакомить с книгами Грофа жителей России. Я запустил этот процесс, организовал перевод своей любимой на то время книжки «Беонт Зе Брейн» «За пределами мозга». И когда этот перевод был готов, я тщательно отредактировал его и стал ходить по издательствам. В Москве было пять самых главных советских гуманитарных издательств. Редактора этих издательств с большим интересом знакомились с рукописью книжки «За пределами мозга», но окончательный ответ был один и тот же. Нам интересно, мы хотели бы, но мы не можем публиковать эту книгу. Книга Грофа была слишком революционной для тогдашнего Советского Союза. И в отчаянии я занял 9 тысяч долларов у знакомого бизнесмена и с помощью Михаила Бурняшева опубликовал эту книгу. Первая книжка «За пределами мозга» была издана именно так. К нашему счастью, книга была достаточно быстро продана. Я смог вернуть долг, а на полученную прибыль продолжил издание книг Грофа, следующие книг Грофа. И вот так вот, никогда не желая, не мечтая о том, что я когда-нибудь буду издателем, я стал издателем. Ну и первые книжки, которые я издавал, были книжки Станислава Грофа, конечно. Затем серия расширилась с текста транспорциональной психологии. И в нее были включены другие авторы. Роджер Волж, Чарльз Тарт, Майкл Мёрфи, Фрэнсис Войн. Затем Кен Вилбер. В 1990 году я попал в Институте СЛН на семинары армии Минделл. И впоследствии стал публиковать их книги в этой серии. В общем, на настоящий момент опубликовано больше ста книг. И это неплохая библиотека. Она была исторически первой библиотекой транспорциональной и вообще духовно ориентированной психологии и психотерапии в Советском Союзе, в России. И я опубликовал первые книжки Грофа, первые книжки Вилбера, первые книжки Минделла. И фактически почти всего Минделла, почти всего Грофа опубликовал я. Кстати, недалеко вчера я получил рукопись, книга еще не опубликована, самой последней книжки Станислава Грофа. Он вот мне ее только что прислал. Я вам покажу эту рукопись. Она называется, вполне возможно, что в Инстаграме в зеркальном виде «The Way of Psycho Now» Станислав Гроф, энциклопедия внутренних путешествий, том 1, это том 2. Книжка выйдет 11 августа, и в ближайшее время я отправлю ее в перевод для того, чтобы немножко позже, осенью, она вышла у нас. Это своего рода итог 60-летних исследований Станислава Грофа в области необычных состояний сознания. Я опубликовал и до этого итоговые книги Грофа, но вот определенным итогом была книжка «За пределами мозга». Следующей итоговой книжкой была «Психология будущего». Следующей итоговой книжкой была книжка «Исцеление наших самых глубоких рам». И это вот самое последнее, двухтонник, ну, своего рода руководства по психодактике от признанного мэтра. И вот это вот оглавление первого тома, не знаю, как хорошо видно, оглавление первого тома, это оглавление второго тома. Ну, я вкратце вам скажу, что там интересного есть. Предисловие к первому тому Рико Тарнаса. «История психонавтики», первая глава. «Древние, туземные и современные психотехнологии священного». «Новые открытия в психологии», начиная с первой половины прошлого века исследований сознания. Здесь как раз говорится о новых школах психологии. Дальше. «Картография Грофа», «Карты психи в глубинной психологии», навстречу интеграции различных подходов. Следующая, четвертая глава. «Архитектура эмоциональных и психосоматических расстройств». Пятая глава. «Психодуховный кризис», «Понимание и лечение кризиса трансформации». Шестая глава. «Колотропное дыхание», «Новый подход к психотерапии и самоисцелению». Ну, оглавление – это вехи, открытие Грофа – это главные его пути. И первое открытие – это, конечно, расширенная картография. Гроф стал первым ученым, который показал, вернее, научно доказал истину духовных традиций, о том, что внутренняя территория каждого человека, каждого из нас бесконечна. Это великое открытие Будды, это великое открытие Христа, это великое открытие Гурунанако, основателя Кундалини-йоги, Шанкры из Адвайта-Виданте, Лао-Дзи-Джон-Дзи, Дао беспредельно, и Дао – это наша истинная природа. Гроф стал первым человеком, который эмпирически доказал, что каждый человек может иметь любые переживания. Это и есть эмпирическая доказательница бесконечности каждого из нас. Мы не ограничены, наше тело ограничено, в материальном плане мы ограничены, но наша природа, наш потенциал, наша сущность безгранична, бесконечна. Ну и вот остальные открытия Грофа, связанные с архитектурой эмоциональных и психосоматических расстройств, с психодуховным кризисом, голосовым дыханием и новой психологии трансперсональной. Значит, следующий том, второй том – самоисследование и терапия с психоделиками, важность установки и обстановки. Здесь речь идет о психоделической терапии, где Гроф тоже является пионером и одним из величайших исследователей. Глава восьмая – синхронность, принцип непричинной связи Карла Густава Юнга. Девятая глава – холотропное состояние сознания и понимания искусства. Гроф, кстати, написал книгу об искусстве и его понимании искусства, о визионерском искусстве. У него много друзей художников-визионеров. Эта книга уже переведена, и я еще соиздатель, она достаточно дорогая, потому что в ней много иллюстраций, я ее не потяну. И пока потенциально люди, с которыми я сотрудничаю в издательстве, издательство Гранга отказались, но еще пара издательств отказались. Это достаточно противоречивый и дорогой проект. Так что если у кого-то будут знакомые издатели, которые захотят издать книгу Гроф в визионерском искусстве, я с удовольствием буду сотрудничать. Следующая глава связана с холотропными состояниями, вернее, извините, 10 глава – «Импульс Прометея, высшее творчество». Всего на природе творчества и созидания. 11 глава – «Архетипы, руководящий принцип психики и космоса». 12 глава – «Корни человеческого насилия и ненависти, исследование сознания и выживание человечества». Это как раз вот работа Грофа по психоистории. 13 глава – «Психика и Танатос». «Психо-духовные измерения смерти и возрождения». Гроф очень много сделал в понимании смерти и возрождения. У него есть книга о смерти. И я ее издавал, «Алтима Джонни». И здесь резюме в 13 главе. Ну и 14 глава – «Космическая игра. Исследование дальнейших рубежей человеческого сознания». Вот здесь, таким образом, в этом двухтомнике, в 14 главах, весь Гроф, все его открытия. И вот 11 сентября в Калифорнии будет не только презентация этой книги, подписывания этой книги, но также и одноименный «Путь психонавта». Также называется фильм о жизни и творчестве Станислава Грофа. Гроф прислал мне этот фильм. Очень красиво сделан, как сам являясь также кинорежиссером, я могу сказать, что на очень-очень-очень высоком уровне этот фильм сделал киноязыка и дает очень глубокое, яркое представление о ее жизни, о его открытиях. Ну и эпилог к этому двухтомнику – это написал Рик Тарнас «Психика и космос». Это о трансперсональной астрологии. Вот последняя книга Грофа, которая одновременно резюме его великих открытий. И также я рассказал вам о книжке, которая у меня уже переведена, но еще не издана, о визионерском искусстве. Гроф сыграл громадную роль в моей жизни. Я издал почти все его книжки, его и Кристина Гроф. И сейчас наиболее востребованные книжки переизданы в издательство «Ганга». Я организовал много, наверное, около десятка семинаров Станислава и Кристина Гроф в Москве, в Советском Союзе. Я приглашал его на различные конференции. И по приглашению Эдуарда Сагалаева участвовал как научный консультант в шести фильмах «Мистические путешествия» с Эдуардом Сагалаевым. И первый фильм был о холотропном дыхании, о тайне рождения и тайне дыхания. Ну, вообще, история с этим фильмом, начало этого фильма следующая. Мы с Кристиной очень хотели... С начала 90-х годов я вел семинары по холотропному дыханию, но также я знал о том, что есть большая сертификационная программа по холотропному дыханию «Грофтранспорситтренинг». И мечтал привести эту программу в России. Главной проблемой были деньги, потому что россияне не могли платить в соответствии с западными стандартами. Семинар на Западе стоил больше тысячи долларов. В России никто в те времена не мог платить такие деньги за семинары. А Гроф ушел на пенсию и передал этот проект, и этот тренинг «Грофтранспорситтренинг» своему преемнику, своим преемникам, ученикам, Кэрри и Теву Спарксу. И Кэрри и Тев не хотели за маленькие деньги привносить эту программу в Россию. Но у нас с Кристиной, моей женой Кристиной Майковой, возникла гениальная идея договориться о том, чтобы большую часть этой программы вести российскими усилиями. То есть я буду преподавать на этой программе. И иногда на завершающий сертификат, на ключевые семинары приглашать преподавателей из Соединенных Штатов. И для того, чтобы сделать это предложение, я решил поехать на сертификационный семинар в Ирландию, который проводил Тев Спаркс с командой, на который должен был обязательно приехать Станислав Гроф, Станислав и Кристина Гроф. И там я планировал обсудить эти темы и, наконец, начать Гроф Трансперсал Тренинг в России. Об этом узнал о моих планах Эдуард Сагалаев. Мы тогда уже познакомились, подружились и интенсивно общались. И он сказал, «Володя, давай снимем фильм о Грофе, голотропном дыхании, можешь договориться с ним?» Я связался с Грофом, со Спарксом, договорился о приезде команды Сагалаева телевизионной. Мы оказались все в Ирландии и сняли материал для фильма, досняли все, что нужно на моих семинарах, участников сессии голотропного дыхания, реакции людей. И через некоторое время появился и был показан на канале ТНТ первый фильм «Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаем. Холотропное дыхание и тайна рождения». Это был первый и очень успешный, серьезный, я до сих пор считаю, очень успешный фильм про Станислава Грофа и голотропное дыхание. Для меня этот фильм также был очень важным, потому что, с одной стороны, фильм очень хороший, а с другой стороны, я испытал недовольство и неудовлетворенность, потому что я знал материал, я знал холотропное дыхание, я знал Грофа, и мне казалось, что очень много важного заредактировано и не вошло в окончательный вариант фильма. Ну, кроме того, были несколько десятков явных ошибок, которые не исправили редактора, выпускающие фильмы. И вот тогда у меня и возникло желание какой-то вот следующий, снять свой фильм самостоятельно. И в конце концов, в 2010 году, когда я организовывал 17-й Всемирный транспарсональный конгресс в Москве, я начал снимать первое интервью для этого фильма, который вышел через пять лет и получил название «Танец бесконечности». Вот так началась моя история как кинорежиссер. Я никогда не хотел быть кинорежиссером, Боже упаси! Но стал им, потому что понял, что центральные телевидения, каналы и замечательные мастера не смогут увидеть и сделать то, что нужно сделать в этом материале. И мне кажется, у меня начинает получаться. Я выпустил уже три фильма. Некоторые из вас смотрели все три. И фильм «Тайна Карлоса Кастанеда» и фильм «Инструменты эволюции». Вот, закончив фильм «Инструменты эволюции», я понял, что нужно снимать следующий фильм. И это будет завершающий фильм, как я теперь говорю, эволюционной трилогии. Первый фильм «Танец бесконечности», введение в человеческую ситуацию, в главную проблему утраты связи с бесконечностью и восстановление этой связи. Второй фильм «Инструменты эволюции» — это конкретная навигационная система по развитию человеческому. И третий фильм — это рассказ о самых главных, самых успешных эволюционных треках человечества, самых быстрых и надежных практиках совершенствования развития себя и мира. Вот такая эволюционная трилогия должна получиться. И во всех моих фильмах Станислав Гроф является одним из очень важных героев. И в фильме «Тайна Карлоса Костанэ» он рассказывает очень важные вещи. И в фильмах «Танец бесконечности» и «Инструменты эволюции». Гроф научил меня очень многому. И явно, и неявно, и прямо, и не прямо, и любя меня, и конфликтуя со мной. Как в каждых близких и важных отношениях, там в наших отношениях с Станиславом Грофом было не только абсолютное приятие, но и конфликты, дискуссии, вплоть до полного необщения в течение некоторого времени. И, возможно, некоторые из вас знают об этом конфликте, который в значительной степени был подогрет третьей стороной, как я скажу, другими людьми, которые также были в этом пространстве, в этой атмосфере. Ну, я стоял на своем, Гроф стоял на своем. Мне было очень тяжело, особенно после первого письма Станислава и Кристины Гроф. Оно было публичным, оно было публиковано, и мне нужно было заявить свою правду, свою версию, свою видность ситуации. Я стоял на своем, Гроф стоял на своем, разрыв был неизбежен. И я, по сути, уже смирился с мыслью о том, что, наверное, больше никогда не буду общаться, не стану близким с этим удивительным человеком, который сыграл в моей жизни такую важную роль. И должен сказать, что вот эта позиция Грофа, его поведение в конфликте, для меня было величайшим уроком и величайшим помощником. Только после этого конфликта, переживания этого конфликта, я стал осознавать себя. До этого я в значительной степени был графоманом. Я был продолжателем дела Грофа, мастером транспарсональных практик, я издавал транспарсональные книги, я был рукой Грофа, я был последователем Грофа. И, собственно говоря, и сам Гроф так в значительной степени ко мне относился как к продолжателю его большого транспарсонального дела в Советском Союзе, в России. И только после раздовольствования, после конфликта, я стал слышать ясно и с каждым месяцем все яснее и яснее, свой внутренний голос, узнавать свою судьбу, свою миссию, свои открытия. И вот первым выражением этого стал фильм «Танец бесконечности», выражением моего понимания жизни, моего понимания транспарсонального проекта, моего понимания моей судьбы, моего поиска. Я завершил работу и стал вести семинары по изначальной психотерапии, древним практикам заботы о душе. И в значительной степени этот проект был продолжением, а также полемическим, вернее, продолжением представления Грофа о внутреннем целителе. Я всегда чувствовал, что понятие о внутреннем целителе слишком нерационально в холотропной парадигме. И с этим нужно и можно работать. Это нужно развивать дальше. И я сделал это. И после завершения фильма «Танец бесконечности» я наконец-то понял, чем я занимался всю свою жизнь, всю свою философскую жизнь, всю свою научную жизнь, всю свою духовную жизнь, всю свою художественную, артистическую жизнь. Я искал навигационную систему, я искал новую расширенную карту мира. Я понял, что я занимался на самом деле всегда эволюционным измерением, выцеленными поисками, эволюционными поисками, инструментами эволюции. И я выразил эти поиски в фильме «Инструменты эволюции». Продолжаю сейчас искать, развивать, выражать. Очень много найдено, очень многим я буду делиться. И я действительно очень благодарен Станиславу Грофу за его перчатку, за его разрыв со мной, за его жесткую позицию. А также я благодарен ему за его глубину, за его мудрость и за его глубинную смелость и честность. Через несколько лет после разрыва я стал получать сигналы от близких друзей о том, что отношение Грофа ко мне меняется, что он совсем по-другому сейчас смотрит на меня, на мои ошибки в голодровном дыхании. После смерти Кристины Гроф, через полтора года он женился на Бригитте из Германии, своей бывшей ученицы. И общаясь интенсивно с европейцами и с многонациональной аудиторией, со своими учениками, он полностью изменил свое мнение обо мне, о конфликте со мной и нашел мужество извиниться передо мной, за письмо, за все, что было. Он лично сказал мне, что это самая большая ошибка, которую он сделал в его жизни. Мы лично встретились с ним после долгого перерыва в 2017 году в Праге на международной транспарсональной конференции. Я заранее договорился об интервью, на которое он очень любезно согласился. После интервью мы остались одни и на протяжении часа имели очень глубокую и содержательную беседу, прояснив все отношения. И с этого начался новый этап нашей дружбы. Мы общаемся, обмениваемся письмами, иногда говорим по скайпу, сотрудничаем. Так что жизнь продолжается, и я должен сказать, что я восхищен честностью и смелостью этого человека. Это действительно большая благородная душа, которая вот так открыто, так просто способна напрямую говорить. Так что я могу сказать, что слова Ницше повторить, все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Не делайте скороспирных выводов из конфликтов, из их результатов, из ваших чувств. Мои чувства были ужасны, когда у меня обрушился, можно сказать, мир после этого письма. Но вот то, что произошло после, моя смерть и возрождение, мой поиск и нахождение меня были чрезвычайно важными. И я очень благодарен Грофу за этот конфликт, за этот результат. Так что вот так происходили мои знакомства. История еще не закончена, жизнь продолжается. Станислав Гроф полон сил. Он творит, он дает семинары, участвует в очень важных событиях. И я надеюсь, что еще очень многим и важным он поделится с нами. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо тем, кто присоединился к нам в Инстаграме. Спасибо тем, кто слушает меня через Фейсбук. В Фейсбуке будет сохранена запись, так что все, кто желает, может потом прослушать эту запись. Счастливо всем. Всего доброго. До свидания.